Если бы мне пришлось дать описание моего отца, то я бы сказала, что он был полным олицетворением человечности в плоти одного человека, что его интересовало все, относящееся к любому человеку, мужчине, женщине, ребенку, что ни одна проблема не ускользала от его внимания. Но проблемы личности он рассматривал широко, в аспекте нации, а проблемы нации рассматривал в глобальном плане. Он получил главным образом западное образование. Западные идеи и культура оказали на него большое влияние. И все-таки, чем сильнее становилось это влияние, тем более индийским становился он сам в мыслях, в действиях, в своей любви к родной стране. Отец обладал большой остротой чувств. Я бы сказала, что он был в большей степени поэт, чем политик. Кто-то сказал, что в результате конфликта личности с обществом появляется критическая литература, тогда как конфликт человека с самим собой рождает поэзию. Мне кажется, что обе эти тенденции уживались в моем отце. У него был конфликт с неизменяемостью общества и внутренние противоречия. КОНЕЦ 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 Мы кашмирцы. В начале 18-го столетия наш предок в поисках славы и счастья спустился с гор на простиравшиеся внизу богатые равнины. Нашего предка звали Радж Каул. Он приобрел славу в Кашмире, как знаток санскрита и персидского языка. КОНЕЦ Я родился в Алахабаде 14 ноября 1889 года. КОНЕЦ Когда мне исполнилось 10 лет, мы переехали в новый дом, который был гораздо просторнее прежнего. Отец назвал его «Обитель радости». Отец работал в Верховном суде. Уже с молоду он зарекомендовал себя удачливым адвокатом. Ступенька за ступенькой он взбирался все выше, сознавая, что обязан этим не чьей-либо милости, не чужой помощи, а лишь собственной воле и уму. Я безмерно восхищался отцом. Он в моих глазах был воплощением силы, мужества и ума. В доме у нас было многолюдно, ибо там жили под одной крышей многочисленные двоюродные братья и другие близкие родственники. С матерью я проводил гораздо больше времени. Она оказалась мне ближе, и я поверял ей свои тайны. Детство моё можно назвать благополучным и решённым событием. Я прислушивался к разговорам моих взрослых братьев, хотя подчас и не всё понимал. Нередко они говорили о деспотическом характере и оскорбительном поведении англичан. Ещё был жив Шекспир, когда в 1600 году королева Елизавета выдала разрешение на торговлю Ост-Индской компанией. Англия пришла в Индию. Англичане пришли как авантюристы, и начальный период их пребывания в Индии был откровенно грабительским. Затем последовали более изощрённые методы ограбления. Внешне торговые связи Индии были разрушены. Самые жестокие и бесчестные приёмы применялись для того, чтобы уничтожить процветавшую промышленность Индии и создать рынок сбыта для британских товаров. В 1858 году, после потрясения, вызванного восстанием, Ост-Индская компания передала свои владения британской короне. В 1885 году была создана партия Индийский национальный конгресс. Она была весьма умеренной организацией. В то время национальный конгресс только начинал привлекать внимание представителей средних слоёв, говорящих на английском языке. Мой отец посетил несколько первых сессий конгресса и теоретически одобрил его деятельность. В мае 1905 года, когда мне было 15 лет, мы отправились в Англию. Ехали все вместе, отец, мать, моя маленькая сестра и я. Мы прибыли в Лондон. Мне удалось поступить в школу-пансионат, в Харрову. До сих пор я никогда ещё не оставался совсем один среди чужих. Теперь я чувствовал себя одиноким и скучал по дому. Отец писал мне, мы расстаёмся с тобой, но мысленно мы всегда будем вместе. Я никогда не думал, что так люблю тебя, как в тот момент, когда мы прощались. Ни на минуту не сомневаюсь, что ты не только оправдаешь мои ожидания, но и превзойдёшь их. Как раз в это время произошло событие, которое глубоко потрясло Бенгалию и всколыхнуло всю страну. Британское правительство разделило большую провинцию Бенгалии на две части, западную и восточную. В восточной большинство населения составляли мусульмане. Так искусственно создавалась проблема отношений между индусами и мусульманами. В Бенгалии возникло широкое антибританское движение и впервые появился лозунг «Свадеши» движение за развитие национальной промышленности, предусматривавшее, в частности, бойкот английских товаров. Одновременно в Бенгалии появились сторонники революционного насилия. Впервые в индийской политической жизни стала фигурировать бомба. Кембридж. Колледж Святой Троицы. Начало октября 1907 года. В Кембридже я провел три года, в течение которых мой покой ничем не нарушался. Я поступил на отделение естественных наук, остановив свой выбор на трех предметах химии, геологии и ботанике. Во время моего пребывания в Кембридже не раз возникал вопрос о выборе карьеры. В конце концов, выбор был сделан в пользу отцовской профессии и я вступил в Лондонскую Ассоциацию Адвокатов. Мои занятия юриспруденцией отнимали у меня немного времени. В течение двух лет я слонялся по Лондону. Я пытался подражать преуспевающему, но довольно-таки недалекому англичанину, тому, кого принято именовать светским человеком. и рекламировал был пребывающим вместе с ним двадцать. Играет отец. Олжан. Компании. Великата. Музыка. Музыка. Отец написал мне в то время Я получил распоряжение Его Величества Короля Императора Георга Пятого Прибыть в Дели Несколько странная манера Приглашать джентльмена Я ответил отцу, что получил письмо И уже заказал для него в фирме Пул Придворный костюм со шпагой И другими принадлежностями Летом 1912 года Я получил право на адвокатскую практику И осенью вернулся наконец в Индию Пробыв в Англии более семи лет Боюсь, что в тот день, когда я высадился в Бомбее Я был самонадеянным педантом О котором можно было сказать Мало хорошего Я был рад тому, что нахожусь дома Что могу встречаться со старыми друзьями И все-таки Я был недоволен жизнью Моя профессия Не вызывала во мне искреннего энтузиазма К концу 1912 года В Индии наблюдалось политическое затишье Политика, означавшая для меня Энергичную националистическую деятельность Направленную против чужеземного господства Не открывала широких возможностей Я вступил в партию Индийский национальный конгресс И принимал участие в некоторых заседаниях конгресса В рождественские праздники 1912 года Присутствовал в качестве делегата На сессии конгресса в Банкипуре Там собрались большей частью представители высших слоев Люди, владевшие английским языком Щеголявшие визитками И отутюженными брюками По существу это было светское общество Никакого политического волнения Или напряжения здесь не ощущалось Самой выдающейся фигурой на сессии Был один из общепризнанных лидеров партии Гопал Кришна Гокхалли Вскоре наше внимание было поглощено Мировой войной Великие державы разделились на две группы Два тройственных союза Германия, Австрия, Италия И Англия, Франция, Россия В первый день августа 1914 года Армии начали свой марш по Европе Закончилась эпоха 19 века Величественная и спокойная река западной цивилизации Вдруг попала в водоворот войны Но это была война не Индии Зависевшая от Англии И находившаяся в тисках закона об обороне Индия была вынуждена следовать по стопам своей империалистической госпожи Поэтому несмотря на сильное недовольство в стране Индийские солдаты сражались против турок, египтян и других народов Что сделало Индию крайне непопулярной в Западной Азии В ходе войны горстка людей нажила огромное состояние Но подавляющее большинство народа чувствовало тяжесть военного времени Возрастала нужда в солдатах для фронта Вербовка людей проводилась весьма интенсивно Методы вербовки вызывали негодование в народе В ней было что-то неуловимое Что-то призрачное, реальное и вместе с тем труднопостижимое Камала была индийской или точнее кашмирской девушкой Чувствительной и гордой Ребячливой и взрослой Легкомысленной и мудрой За всю жизнь мне довелось встретить очень немногих Кто произвел бы на меня столь же сильное впечатление своей искренностью Наша свадьба состоялась в Дели В день Васанта-Панчами Который считается в Индии провозвестником весны Мне было в то время 26 лет А Камале Около 17 Дорогая Индира Год, в который ты родилась Был одним из самых замечательных в истории Когда великий вождь С сердцем преисполненным любви и сочувствия к бедным и страждущим Побудил свой народ Вписать в историю благородные страницы Которые никогда не будут забыты В этот самый месяц, когда ты родилась Ленин начал Великую революцию Окончание мировой войны Застало Индию в состоянии сдержанного возбуждения Через несколько месяцев появились подлинные плоды Новой британской политики Законопроекты Роулетта Направленные против революционного движения С их суровыми статьями об арестах И предании суду без какого бы то ни было контроля И формальности Обычно предусматриваемых законом И так вместо большей свободы Нам обещали более тяжкие репрессии Эти законопроекты Породили волну возмущения Прокатившуюся по всей стране И вот тогда Пришел Ганди Он был подобен Струе свежего воздуха Заставившей нас расправить плечи И глубоко вздохнуть Подобно лучу света Он прорезал мрак И пелена спала с наших глаз Он все всколыхнул И в первую очередь Человеческое мышление Ганди не спустился сверху Казалось, он вышел из миллионных масс индийцев Он говорил их языком Неустанно обращая внимание людей На их ужасное положение Сущностью его учения Были бесстрашие Истина И связанные с ними действия Всегда направленные на благо народных масс В наших древних книгах Сказано Что величайшим даром Для отдельного человека И для народа Является Абхай Бесстрашие Понятие, включающее Не только физическое мужество Но и отсутствие страха в сознании Но при владычестве англичан Самым распространенным в Индии чувством Был страх Страх вездесущий Гнетущий Удушливый Страх перед чиновниками Перед законами Несущими угнетение Перед тюрьмой Страх перед приказчиком помещика Перед ростовщиком Страх перед безработицей И голодом Всегда стоящим у порога Против этого Всеохватывающего страха Поднял свой спокойный И решительный голос Ганди Не бойтесь Был выработан новый метод действия Являясь абсолютно мирным Он заключал в себе Неподчинение тому Что считалось неправильным И следовательно Означал готовность Подвергаться карам И выносить страдания Конгресс Сделал решительный шаг И принял предложенную Ганди Программу Несотрудничества Предполагалось провести Несколько бойкотов Бойкот официальных мероприятий Отказ от титулов Пожалованных колониальными властями Бойкот судов Государственных школ И колледжей Было намечено распространить Бойкот на государственную И военную службы И на уплату налогов Что касается Конструктивной части программы То упор был сделан На развитии ручного ткачества И создание народных арбитражей Которые должны были заменить Английские суды Другие важные аспекты программы Затрагивали вопросы Единства индусов и мусульман И уничтожение Неприкасаемости Среди индусов Ганди взял на себя Руководство первой Общеиндийской политической Компанией Он создал Сатья Граха Сабху Члены которой обязались Не повиноваться закону Роулетта День гражданского неповиновения Общеиндийские забастовки И полное прекращение Всякой деловой активности В ответ Последовали расстрелы в Дели И Амрицаре Бойня на Джолианвала Бак Ужасы и неслыханные унижения Вызванные военным положением В Пенджабе Чувство глубокого гнева Охватило наш народ Все бесконечные разговоры Об изменении конституции И об участии индийцев В работе государственного аппарата Оказались пустой болтовнёй И издевательством Достоинство народа Было растоптанно Непрерывный Беспощадный процесс Эксплуатации Всё больше подрывал Наши жизненные силы Индийская нация Была раздавлена Я более ясно Чем когда-либо понял Насколько жесток И аморален Империализм Именно в эти дни У меня появились новые интересы Которым суждено было Сыграть важную роль В последующие годы Мне пришлось Почти помимо моего желания Ближе познакомиться с крестьяном Глядя на них Видя их страдания Я испытывал стыд За свою лёгкую Окружённую комфортом жизнь За мелкую политическую деятельность Горожан Которым не было дела До этой огромной массы Сынов и дочерей Индии Я испытывал скорбь За деградацию И ужасающую бедность Индии Я никогда не забуду Того потрясения Которое ощутил Увидев в каких условиях Трудятся люди Слезайте со спин Крестьян и рабочих Все вы Живущие их эксплуатации Говорил нам Ганди Уничтожьте систему Порождающую эту нищету И эти страдания Тогда понятие Политической свободы Получило новую форму И приобрело Новое содержание Губернатор Объединённой провинции Уттер-Прадеш Отмечает Что экстремисты Проводят митинги И проповедуют Большевизм В чистом виде Секретная полиция Докладывает Большевистские идеи Быстро распространяются Среди народа Они состоят в том Что именно крестьяне Которые пашут Сеют Орошают землю И собирают урожай Должны быть хозяевами Всего Что производит земля Ганди превратил Конгресс В демократическую И массовую организацию Теперь в него Устремились крестьяне И в своём новом виде Конгресс стал приобретать Характер широкой Крестьянской организации С большой прослойкой Представителей Средних слоёв Я был всецело Поглощён И захвачен движением Идти в деревню Таков был лозунг Тех дней Мы прошагали Немало миль по полям Посещая деревни И выступая На крестьянских митингах Меня глубоко волновало Сознание моей способности Воздействовать на массы Из-за нескольких Произнесённых речей Мне пригрозили Привлечением к суду За подстрекательство К мятежу К концу года Обстановка окончательно накалилась В Индию должен был приехать Принц Уэльский И Конгресс призвал Байкотировать все мероприятия Связанные с его визитом Начались массовые аресты Все видные руководители И работники Национального конгресса Были арестованы Тысячи рядовых членов конгресса Добровольно отправлялись в тюрьмы Мой отец и я Были приговорены К шести месяцам Тюремного заключения Для нас досуг Не был блаженством Он был скорее бременем Но время, которое я проводил в наблюдении За вечно движущимися облаками Было наполнено восторгом И ощущением покоя У меня было такое чувство Словно я вырвался из заточения Как он удивителен Этот человеческий дух Несмотря на свои бесчисленные слабости Человек на протяжении веков Неизменно жертвовал своей жизнью И всем, что ему дорого Во имя идеала Во имя истины Во имя веры Во имя Родины и чести Этот идеал может меняться Но способность к самопожертвованию Остается неизменной И за это можно многое простить человеку И нельзя потерять веру в него Среди несчастья Он не утратил своего достоинства И своей веры в ценности Которыми он дорожит Многого не хватает человеку в тюрьме Но, пожалуй, больше всего Не хватает Звука женского голоса И детского смеха Внезапно мы узнали Что Ганди отказался От наступательного характера борьбы И приостановил Компанию гражданского неповиновения Это явилось результатом события Происшедшего близ деревни Чаури-Чаура Где крестьяне, мстя полиции Подожгли полицейский участок В огне погибло несколько полицейских Мы негодовали Узнав о прекращении борьбы Разве допустимо было Чтобы толпа Охваченных возмущением крестьян В какой-то глухой деревне Могла положить конец По крайней мере на какое-то время Нашей национальной борьбе за свободу Ганди писал мне Мой дорогой Джива Харлал Я уверяю вас Что если бы движение Не было приостановлено То мы вели бы насильственную борьбу И отошли бы от ненасилия Наше дело только выиграет От этого отступления Движение бессознательно Сбилось с правильного пути Теперь мы вернулись К нашим первоначальным принципам В последний день января 1923 года Всех нас Политических заключенных Освободили из тюрьмы Лакнау Осень 1925 год Моя жена Серьезно заболела Ей рекомендовали Продолжить лечение в Швейцарии Я решил вместе с женой Покинуть Индию Ум мой был затуманен Я не видел перед собой ясного пути Мне казалось Что если я окажусь вдали от Индии Мне, быть может, удастся увидеть Все в новом свете Я возвращался в Европу После более чем 13-летнего отсутствия Это были годы войны, революции И грандиозных перемен Старый мир Угас в крови и ужасах войны И меня ждал новый мир В конце 1926 года Я находился в Берлине Где узнал о предстоящем конгрессе Угнетенных народов Он должен был состояться в Брюсселе И я был назначен представителем От Индийского национального конгресса Постепенно становилось ясным Что борьба за свободу Являлась одновременно борьбой против того Что называется империализмом Конгресс в Брюсселе И последующие заседания Комитета Лиги освобождения Помогли мне разобраться В некоторых проблемах Колониальных и зависимых стран Мой отец приехал в Европу И в ноябре Мы с ним, женой и младшей сестрой Поехали в Москву В дни празднования Десятой годовщины советской власти Мы были рады побывать там Даже столь беглое знакомство Имело для нас смысл Несмотря на чинимые Английскими властями препятствия На торжествах в Москве Будут и индийские делегаты Сегодня-завтра должен приехать Один из виднейших вождей Индийского национального движения Пандит Матилал Неру Он приедет в сопровождении Своего сына Евахерлала Неру Вождя левого крыла Национального конгресса Вождя левого крыла Вождя левого крыла Трудно оставаться Безразличным к России Еще труднее судить Беспристрастно О ее недостатках И достижениях Советская революция Намного продвинула Вперед человеческое общество И зажгла яркое пламя Которое невозможно потушить Следуя заветам Великого Ленина Россия заглянула в будущее И думала только о том Каким оно должно быть Тогда как другие страны Лежали придавленные Мертвой рукой прошлого На меня произвело Сильное впечатление Сообщение О больших успехах Достигнутых при советской власти В отсталых районах Средней Азии Россия особенно интересует нас Потому что условия Здесь не слишком отличались И отличаются от наших Обе страны являются Огромными аграрными странами С зачатками индустриализации И перед обеими Стоят задачи ликвидировать Бедность и неграмотность Если Россия найдет Удовлетворительное решение Этих проблем Наша работа в Индии Будет облегчена Я возвращался из Европы Чувствую себя полным сил И жизненной энергии Мое мировоззрение Стало более широким Национализм В собственном смысле слова Казался мне Определенно узкой И ограниченной доктриной Политическая свобода Независимость Без сомнения Имели жизненно важное значение Но это были только первые шаги В верном направлении При отсутствии социальной свободы Социалистического строя Общества и государства Ни страна Ни человеческая личность Не могли свободно развиваться Конгресс собрался На ежегодную сессию И принял решение Провозгласить своей целью Национальную независимость Индии На этой сессии Конгресс Выступил за независимость Впервые Ганди писал мне Дорогой Джива Харлау Я люблю вас слишком сильно Чтобы сдерживать перо Когда чувствую необходимость написать Вы слишком торопитесь Вам следовало бы остановиться Осмыслить происходящее И приспособиться к обстановке Большинство тех резолюций Которые вы подготовили И которые были приняты Под вашим влиянием Могли бы подождать Один год Я ответил Вы расценили Резолюцию о независимости Как в спешке Созданную и бездумно принятую Вы знаете Что она была принята Почти единогласно Как в комитете Так и на открытом заседании Конгресса Вы красноречиво И упорно защищали Требования бедняков Индии Но вы не говорите Ни единого слова Осуждения По поводу Полуфеодальной системы Землепользования Господствующей В большей части Индии И ни единого слова Против капиталистической Эксплуатации Ганди снова написал мне Я чувствовал Некоторые расхождения Между нами Но не представлял Насколько они велики Я осознаю Что вы должны Открыто выступить Против меня И моих взглядов Если я своей неправотой Наношу непоправимый Вред стране Я отвечал Вам известно Как я восхищался вами И верил в вас Как в вождя Способного привести Нашу страну К победе И свободе Я остро чувствовал Что как бы не были Велики Наши расхождения Ваш выдающийся авторитет И ваше качество Приведут нас к цели В ходе кампании Несотрудничества Вы были великолепны В своей стихии И принимали верные решения Но после вашего Освобождения Из тюрьмы Кажется Произошло неладное И я чувствую Вам сейчас Не по себе Думаю Что вы ошибочно Судите о западной Цивилизации И придаете Слишком большое значение Ее недостаткам Многие мыслители Запада Считают Что эти недостатки Вызваны Не индустриализацией Как таковой А капиталистической Системой эксплуатации Людей Мне помнится Вы как-то заявили Что конфликт Между трудом И капиталом Не обязателен Я считаю Что при капитализме Такой конфликт Неизбежен Английское правительство Направило в Индию Комиссию Для выяснения того Какие реформы И изменения В структуре управления Необходимы в будущем Все политические организации И деятели Индии Восприняли это сообщение С удивлением Когда комиссия Саймона Ездила по стране Ее встречали демонстранты С черными флагами Кричавшие Убирайте свон Когда мы подходили К вокзалу Нас остановила полиция И начала избивать Полицейские Яростно колотили Нас дубинками Ясность сознания На этот раз Оставила меня Почти ослепленные ударами Я ощутил гнев Ярость И желание Ответить ударом На удар Но долгая тренировка И дисциплина Сделали свое дело И я ограничился тем Что руками Защищал лицо От ударов К тому же я знал Что любое Агрессивное действие С нашей стороны Повлекло бы за собой Ужасную трагедию И множество людей Было бы расстреляно на месте В 1928-29 годы Были насыщены конфликтами В промышленности И забастовками Ведущую роль В этих забастовках Играли находившиеся В тяжелых условиях И воинственно настроенные Рабочие текстильных предприятий Бомбея Пролетарское движение Проникало с духом Классового сознания Внезапно правительство Арестовало Руководителей Рабочих Это было начало Знаменитого Мирутского процесса Длившегося 4,5 года Был создан Комитет Защиты Обвиняемых Который Возглавлял Отец Весь процесс Казался нам Фарсом Независимо от того Защищали мы Или нет Политическое Или трудовое Судебное дело Результат Был один и тот же Очередная сессия Конгресса Должна была Проходить В Лахоре Провинциальный комитет Выдвинул Кандидатуру Ганди На пост Председателя Однако Он не желал Занять этот пост И в последнюю минуту Выдвинул Мою кандидатуру Избрание Было поистине Высокой честью Для меня И налагало Большую ответственность Сейчас у нас Только одна цель Независимость Для нас Независимость Означает Полную свободу От британского Владычества И британского Империализма Я должен Откровенно признать Что я социалист И республиканец И не верю В королей И князей Я не верю Также в систему Которая порождает Современных Промышленных Магнатов Пользующихся Большей властью Над судьбами людей Нежели короли Прежних времен Но чьи методы Такие же Хищнические В то же время Я осознаю Что такая Организация Как наш Конгресс В современных Условиях Не может принять Социалистическую Программу В полном объеме 26 января Было решено Провести День Независимости Народ Всей страны Должен был Дать Клятву Бороться За независимость Мы считаем Неотъемлемым Для индийского Народа Как и Всякого Другого Его право На свободу Право Пользоваться Плодами Своего Труда И право На необходимые Средства К жизни С тем Чтобы Обеспечить Себе Условия Для развития Английское Правительство Не только Лишило Индийский Народ Свободы Но Основывая Свою Политику На эксплуатации МАС Подорвало Экономическую Политическую Культурную И духовную Жизнь Индии Мы считаем Поэтому Что Индия Должна порвать Узы Связывающие Ее с Англией И добиться Полной Независимости Наступил День Независимости 26 января 1930 года И мы Как при вспышке Молнии Ясно Увидели Каким Горячим Энтузиазмом Была Охвачена Вся Страна Празднование Дня Независимости Дало Ганди Толчок В котором Он Нуждался И он Так Хорошо Чувствовавший Пульс Своего Народа Решил Что Настал Момент Действовать Нас Волновал Вопрос Как С чего Нам Следует Начать И тут Нас Натолкнул На мысль Ганди Мы Должны Были Нарушить Законы Англичан А монополии На соль Слово Соль Внезапно Приобрело Некое Мистическое И могущественное Значение Мы Были Избиты С толку И как-то Не могли Связать В своем Представлении Национальную Борьбу С такой Обыденной Вещью Как Соль Этот Паломник Идет Своим Долгим Путем С посохом В руке Он шествует По пыльным Дорогам Гуджарата Глаза Его Ясны Поступ Тверда Его Верные Последователи Идут За ним В моей Памяти Возникает Множество Портретов Этого Человека Глаза Которого Были Часто Полны Смеха И все же Являли Собой Как бы Колодцы Бесконечной Печали Он Был Паломником В своем Поиске Истины Паломником Тихим Мирным Целеустремленным И Бесстрашным Ганди Ганди мы получили известие об аресте Камалы. Тюрьма оставалась тюрьмой, и гнетущая тюремная атмосфера становилась подчас невыносимой. Как я возненавидел все замки, засовы, ограды, стены. Порой тебя охватывает тоска по радостям жизни, обществу друзей, играм с детьми. 26 января, около полудня, мне внезапно сообщили, что здоровье моего отца серьезно ухудшилось, и я должен был немедленно вернуться домой. Рано утром 6 февраля я сидел у его постели. Отец провел тяжелую и беспокойную ночь. Внезапно я заметил, что лицо его стало спокойным, и с него исчезло выражение борьбы. Я подумал, что он заснул и был рад этому, но моя мать чувствовала острее, и она вскрикнула. То был его последний долгий сон, от которого не было пробуждения. Человек больших чувств и больших страстей, наделенный невероятной гордостью и громадной силой воли, он был весьма далек от умеренности. Ясный ум привел его к выводу, что смелые и решительные речи ничего не дают, если за ними не следуют соответствующие действия. Мой отец не отличался ни кротостью, ни мягкостью, и, в отличие от Ганди, редко щадил тех, кто расходился с ним во взглядах. Со своим широким лбом, плотно сжатыми губами, решительным подбородком он удивительно напоминал римских императоров. Я, наверное, пристрастен к нему, но когда я сталкиваюсь с мелочностью и слабодушием, в этом мире мне очень не хватает общества отца с его благородством. Я тщетно ищу вокруг себя то величие и ту замечательную силу, которые были так свойственны ему. Всякая власть портит, а безграничная власть портит особенно. Никто на земном шаре не имел и не имеет теперь такой власти над таким огромным количеством людей, как английский вице-король в Индии. Вице-король говорит в таком тоне, какого не может позволить себе ни премьер-министр Англии, ни президент Соединенных Штатов Америки. Компания гражданского неповиновения пока еще продолжалась, но в марте 1931 года было заключено перемирие между Конгрессом и правительством, получившее название «Пакт Ганди и вице-короля Ирвина». Движение гражданского неповиновения на некоторое время прекратилось, но оставался жизненно важный вопрос о нашей конечной цели – независимости. Я видел, что соглашение ставит под угрозу даже это, но разве для этого наш народ проявлял такое мужество? Говорить было больше не о чем. Дело сделано, наш лидер связал себя словом, и даже если мы не были согласны с ним, то что мы могли сделать? Покинуть его? Порвать с ним? На душе у меня было пусто, словно нечто дорогое было утрачено почти безвозвратно. Каким-то образом Ганди узнал о моем угнетенном состоянии. Мы долго беседовали, и он старался убедить меня, что ничего важного не потеряно, и никаких принципиальных уступок не сделано. Ко мне лично Ганди всегда был необычайно добр и внимателен, а смерть отца особенно сблизила нас. Он с неизменным терпением выслушивал все, что я хотел сказать, и всегда старался идти навстречу моим желаниям. И так я решил принять соглашение и честно выполнять его. Но это стоило мне больших душевных терзаний. Мне казалось, что другого пути нет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ